Сказка о пчёлке Амелии. Первая серия. Привет, Амелия! Где-то на поляне, недалеко от деревянного дома, жила одна маленькая пчёлка. Она не жила в улье, она жила в своём домике, в дереве, вместе с мамой. Звали эту пчёлку Амелия. Она была скромной пчёлкой, немного пугливой, при этом пчёлка была доброй и любила играть. Она всегда помогала маме. Амелия хотела найти хороших и верных друзей, но пока она не смогла ни с кем подружиться. Но однажды случилась одна небольшая история, о которой мы сейчас и расскажем. Одним весенним утром Амелия и её мама полетели на цветочную поляну. Они решили собрать нектар. Вот мы и перелетели. Сейчас мы будем собирать нектар. Мама, а как мы будем собирать нектар? Я тебя сейчас научу. Смотри, ты подлетаешь к цветку, как ты обычно делаешь, когда хочешь поесть. В лапках у тебя будет ведёрко. Подлетаешь, берёшь нектар и кладёшь его в ведёрко. А ведёрко не будет слишком тяжёлым? Не будет. Ведёрко тебя не утяжелит, когда ты будешь лететь. Ладно, я попробую собрать нектар. Давай, доченька. Так, подлетаю к цветку с ведёрком, сажусь на цветок и собираю нектар. Ой, цветок немного качается, как бы не упасть. Не упадёшь. Просто не смотри вниз. Смотри лучше на нектар. Хорошо. Амелия, ты потом ещё поешь нектар. Ты же ведь не хочешь принести домой пустое ведёрко? Не хочу, но нектар очень вкусный. Ну, как бы ты его не съесть? Вскоре Амелия и её мама собрали нектар и полетели домой. Нектар собран. Можем лететь домой. Я уже лечу, мама. Ах, кто это? Ты что, доченька? Я только что услышала шорох. В кустах кто-то есть? Нет, это всего лишь ветер. Летим, не бойся. Ладно. Через некоторое время пчёлки были дома. Смотри, сколько нектара мы собрали. Много? Да. Спасибо, что помогла, доченька. Ты теперь можешь собирать нектар сама. Да не за что. Если хочешь, можешь погулять. А потом мы будем обедать. Только не улетай далеко, хорошо? Хорошо, мамочка. Я скоро вернусь. Амелия вышла из дома и пошла потихоньку по тропинке. Пчёлка решила посмотреть, кто же был в кустах. Ай, кто же всё-таки был в кустах? Надо посмотреть. Похоже, это действительно был ветер. Мама была права. Ай, мне хочется найти друга. Жалко, что рядом с нами никто не живёт. Редко встретишь здесь жучков, божьих коровок и пчёл. Амелия сила на камешек и стала думать. Тут, словно из ниоткуда, появился пчелёнок. Амелия так сильно испугалась, что упала с камешка. Привет. Ой. Ой, прости. Ты в порядке? Ты меня напугал. Прости меня, пожалуйста. Я не хотел. Не плачь. Я не нарушена. Так получилось. Ну, ладно. Только больше не делай так никогда. Хорошо? Хорошо. А как тебя зовут? Меня зовут Амелия. А тебя? Меня зовут Тимми. Очень приятно. Я живу, кстати, недалеко отсюда. Видишь, вон то высокое дерево. Там мой дом. Я не в Амелии живу, а в своём домике вместе с родителями. Знаешь, в последнее время мне было ужасно скучно. А всё потому, что у меня не было друзей. У тебя тоже нет друзей? Нету. Никого я здесь не видел. Ни пчёл, ни жуков, ни кузнечиков. И тут я увидел тебя. Я так обрадовался и захотел с тобой дружить. Только я не знал, как с тобой познакомиться. Когда же ты меня увидел? Я тебя не видела. Сегодня я летел к цветам и вдалеке увидел тебя. Ты тоже хотел собрать нектар? Нет. Я хотел поесть. Ясно. Ну что, давай с тобой дружить? Ну, я не уверена. Ты чего? Если ты дуешься на меня из-за того, что я появился неожиданно и сказал привет, не обижайся, я тебя прошу. Я же обещал тебе, что такого больше не повторится. Я тебя не обижу. Ну, ладно. Давай дружить. Ура! Мы теперь друзья. Кстати, а ты где живёшь? А, мой домик вот там, в той берёзе. Я живу с мамой. Ну, недалеко. Можно будет потом в гости ходить. Да. Слушай, а что мы будем делать, Тимми? Может, поиграем? Или что? О! А давай мы куда-нибудь полетим вместе. А куда? Ты никогда не летала над цветами и не смотрела на них сверху? Нет, никогда. Да. Тогда давай полетим! Только не слишком высоко. Ладно? Хорошо! Полетели! Амелия и Тимми полетели к цветам. Пчёлки набрали высоту и стали приближаться к цветочной поляне. Ого! Смотри, какая красота внизу! Смотри, смотри! Ой, как высоко! Как высоко, Тимми! Ты чего, Амелия? Ты боишься высоты? Да, боюсь. Мне страшно. Ты же пчёлка! Ты ведь умеешь летать! Ты не должна бояться высоты! А я боюсь. Ну, не бойся. Сейчас подлетим к цветам поближе. Ой, не надо! Не надо, Тимми! Ой-ой-ой! Не надо! Тимми немного снизил высоту, и пчёлки приблизились к цветочкам. А-а-а! Я... Я... Ого! Вот это красота! Какие цветочки красивые! Видишь, это же красиво! И совсем не страшно! Как красиво! Вскоре пчёлки приземлились. Ну, как? Это... Это... Это было потрясающе! Я не ожидала. Я стала смотреть на цветочки, и страх куда-то исчез. Видишь, летать совсем не страшно! Мы же пчёлки! И летаем, как хотим! Хотим, летаем высоко! Хотим, летаем низко над землёй! Хе-хе-хе! Тебе понравилось? Только честно скажи! Да. Хотя я и боюсь высоты, но мне очень понравилось, как мы пролетали над цветами. Настоящий цветочный ковёр! Да! О, Амелия! А хочешь, мы поиграем в попрыгушки? Попрыгушки? А что это за игра? Это игра, в которой мы будем прыгать с кувшинки на кувшинку. Мы полетим к пруду? Да! Ой, я даже не знаю. Соглашайся, будет весело! Ну, ладно, летим. Амелия и Тимми полетели к маленькому пруду. Там как раз были маленькие кувшинки, по которым пчёлки могли прыгать. Мы прилетели! Смотри, как тут красиво! О, кувшинки и вправду очень красивые. Но я боюсь по ним прыгать. Может, лучше вернёмся обратно? Не бойся! Это весело! Смотри! Хоп! Хоп! Хе-хе! Видишь? Ничего плохого в этом нет. Давай, попробуй! Ну, ладно. Я попробую. Ой, у меня получилось! Да, получилось! Хе-хе-хе! Давай ещё попрыгаем! Хе-хе! Хоп! Давай! Хе-хе! Хоп! Хе-хе! 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 Пчёлки с большим удовольствием прыгали по кувшинкам. Однако вскоре появилась лягушка. Ква-ква-ква! Пчёлки! Ква-ква-ква-ква! А-а-а! Лягушка! Тимми! Ой! Лягушка появилась! Амелия, летим скорее отсюда! Я не знаю, куда лететь. Лягушка меня съест сейчас! Держись! Я тебе помогу! Тимми рванулся с места и схватил Амелию. И вскоре пчёлки вернулись на тропинку, на которой они встретились. Открывай глаза! Всё уже позади! Ой! Чуть было не попались. Тимми! Тимми! Спасибо тебе большое! Ты меня спас! Да не за что! Я, наверное, слишком пугливая и всё время чего-то боюсь. Я не уверена, что ты будешь со мной дружить. Почему? Ну, я слишком трусливая, а ты очень храбрый и такой весёлый и озорной. А я... Ты очень хорошая пчёлка! Правда-правда! Да! Мы все чего-то боимся! Ты знаешь, у каждой пчелы есть свой страх! Не бывает так, чтобы никто ничего не боялся! Кто-то боится высоты, кто-то боится потерять своих родных, кто-то боится сказать что-то. Но страхи можно преодолеть! Ты сможешь преодолеть свои страхи! Просто нужно верить в себя! Верить в себя? Да! И всё получится! Знаешь, я очень рад, что мы познакомились и стали друзьями. Я хочу, чтобы мы дружили всегда! Правда? Да, правда! Тимми, ты мой друг. Прости, что я себя веду, как Плакса и Трусиха, но я такая... Я не как-то самая пчёлка Майя, которая не боится опасностей. А мне и не нужен друг, похожий на Майю. Не нужен друг, который остаётся самим собой в любых ситуациях! Тимми! Тимми, спасибо тебе! Спасибо! Я рад, что с тобой познакомился, Амелия! Я тоже рада с тобой познакомиться! Давай, мы увидимся завтра! Давай! Я буду рада! Пока! Ещё увидимся! Пока! Тимми! Тимми и Амелия разошлись по домам. Когда Амелия пришла домой, пчёлка рассказала маме о том, как она познакомилась с Тимми. Я же говорила, что рано или поздно ты найдёшь своего друга. И вот он появился. Да, но больше всего я люблю, конечно же, тебя, мамочка. Хотя я много чего боюсь, но ты меня любишь просто за то, что я есть. Да, я тебя очень сильно люблю, доченька. Знаешь, я думаю, что Тимми будет хорошим другом. Ты так думаешь? Да, я в этом уверена. Доченька, давай я тебя обниму. Мамочка, спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok